Всем доброго здоровьи и приятного аппетита, кто сейчас кушает. Я продолжаю играть один, и сейчас игрушка с очень длинным названием. Вначале много-много-много букв А, и потом приписка в For the Awesome. В общем, в принципе, игрушка представляет собой, опять же, прыжки с высоты. Но здесь, так скажем, нереальные высоты, такие напридуманные. Но, тем не менее, будем искать здесь какие-то новые ощущения в этой игре. Вот, миссий здесь много, но я, честно говоря, так и не разгадал, как их открывать. Вот, ну и неважно, у нас здесь есть какой-то, как написано, DLC, где карты открыты. Вот, и немножко, как говорится, пролетим. Выбрал первую попавшуюся карту, ну она и по списку, собственно, первая. И поехали. Управление здесь не особо сложное, то есть, VSD это управление нашим персонажем. Нам нужно лететь мимо, естественно, зданий, объектов, попадать в различные цели и не дрюкнуться. Вот, как сейчас, я, грубо говоря, разбился. Вот, очки мне не начислили. За что мы очки получаем? За пролет, естественно, мимо предметов, попадание в цели и, естественно, за приземление. В конце вот этого полета нам нужно будет раскрыть парашют. Вот. И, собственно, чем интересна игра, она уже, я могу сказать, не свеженькая, но я никак не мог до нее добраться. Не знаю, почему руки не доходили. Вот и все. Здесь карты, чем привлекательны, так вот, в ней, так скажем, интересная карта. То есть, не только какие-то непонятные здания, обрубки, вот этих балок. Здесь, на самом деле, много разных пейзажей и по сложности карты отличаются. То есть, такие адреналинистые карты. Вот. Видно круг. На пробел нажимаем, открываем парашют. Нужно было попасть в красную точку, но я сыграл лучше и вообще никуда не попал. Так, давайте какую-нибудь еще следующую карту. Погнали сразу же без остановочки. Пролетимся. Ну, могу сказать, по впечатлению, ну так, полетать можно, но не особо впечатляемо. О-о-о-о-о-о-о. Вот здесь, конечно, посложнее уже карты. Не все так просто. Но мы попробуем преодолеть. Буквально несколько раз пролетим. О-о-о-о-о-о. Вот это круто. Когда вы, кстати, ударитесь об стенку, вы немножко дезориентируетесь и не можете управлять вас. Вот так вот разворачиваю. О-о-о-о-о-о-о-о-о. В принципе, здесь можно пролететь и внутри, внутренний захватчик. Но, конечно, вы с этим получите молочков с таким укрутасом. Ну, ладно. Зато я посмотрю побольше карту. Можно вверх посмотреть, естественно. Да, парашют можно раскрыть в любой... Блехо, муха. Парашют можно открыть в любое время и, собственно, лететь медленно. Но, в принципе, от этого вы только молочков получите. Естественно, запурите миссию. Ладно, я как самый мудрый полечу просто рядом и посмотрю, какие у нас витки. Надо будет сейчас карту выбрать, где все-таки более приближенные, так скажем, к нашей природе, а не какие-то непонятные высотки. Хотя, возможно, в будущем такие будут непонятные какие-то сооружения. Надеюсь, такого не будет. Ладно, мы лучше в пучину, так скажем, вот этих зданий, балок и рамок. Ауч, бочкой, бочкой, бочкой. Ладно, фиксим. Давайте возьмем, не знаю, вот эту миссию. Как у нас зима, поэтому возьмем более актуальную миссию. Здесь музычка такая какая-то новогодняя. Эх, прогуляемся напоследок. Так и погнали. Ветер в харю, я фигарю. Ух, ё-моё. Здесь я сейчас всем... Смотрите-ка, вы не умираете, если стукать всяко камни. Это, в принципе... Опа. Это норма, как говорится. Фух. Вот тут уже что-то действительно поинтереснее. Побольше объектов, побольше движухи, уже движущие балочки. Фух, вот попробуй попади вот в такую пятисотку. Но я смог. Главное не растолстеть во время полета. Иначе не прилетишь, как пенни-пух застрянешь. О, всё. Как негде делать. Ну, конечно, я, наверное, мало очков набрал. Вот. Бац. Всё. Попробуем последнюю карту какую-нибудь пролететь. Вот это какие-то ступеньки, довольно-таки интересно. О, слушайте, ребята. В общем, смотрите. Вот эти какие-то книгэпс. Это очки, на которые можно будет открывать карты. Раньше они мне почему-то не давались. Хотя я пробовал часто пролететь в карте до конца. Вот. А сейчас они мне дались. И теперь я разгадал, как открывать карты, которые находятся в другом месте. Там ниже. Ух ты. Ух ты. Музыка такая какая-то. Как будто из-за ужаса. Может, их нужно касаться? Не знаю. Я, честно говоря, всё это просрал. Можно? Мент. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Верните меня туда, где я летел. Давайте. Последний полёт. Надо насладиться максимально. Была бы... Не знаю. Побольше скорость было бы сложно. Побольше, наверное, каких-то визуальных эффектов. Но игрушка вроде не особая, так скажем. Хотя, в принципе, графика тоже не важна. Но, во всяком случае, процесс интересный. Не будем гнаться за, как сказать... Для меня эталон всё-таки вот это как дедкор. Такие, где прям аж башку мутят. Почему-то я люблю такие игры. Которые действительно впечатляют. Потому что маленькая игрушка должна чем-то зацеплять. Именно это зацепляет геймплей. Ну, мне так кажется. Если вы любите как-то расслабиться и почувствовать... Немножечко... Свободу и полёт. То это игра для вас. Я уверен. Тем более, карт здесь просто невыносимые много. Я дальше там... В начале, в принципе, ролика... Видели список. Надо сказать, дальше вам покажу. Но нет. Опа! Да табу! Ну, в принципе, достаточно, я думаю. Игрушка была... Как я говорил, много букв А. И приписка for the awesome. В общем, игрушка крутая, крутая. Можно полетать. Вот видите, тут огромное количество карт. Давайте попробуем ради интереса. Откроется ли она что-то. Ага, отлично. Откроется она. Хрен с маком. Тут вроде написано, что... Что-то я не знаю. Мне нужны какие-то тиф. И написано у меня их zero. То есть, ноль. Грубо говоря, открыть не могу. Зато здесь, наверное, могу. Есть чьи. Да-да-да. Вот книги apps как раз идут. И вот книг очки. То есть, это подешевле карты. Давайте просто любую откроем. И не прилетим. Неужели они все такие дорогие, а? Что вы, люди какие. Две с половиной тысячи. Тысяча, тысяча. Ладно. Хорош, как говорится. Налетался я. Кто никогда не прыгал с парашюта, может хотя бы здесь это сделать. Естественно, не с таким количеством адреналина. Но, тем не менее. В общем, заболтался я. Всем хорошего настроения. Всем пока. Продолжение следует.